Добрый день, глупо уважаемые коллеги. На самом деле на такой вопрос хочется ответить цитатой из известного фильма «Резы к чертовой матери, не дожидаясь перитонита». И, собственно, посмотрим прямо на каждый этап лечения. Первый этап – это ошибки патоморфолога. Можно говорить, что это редкие опухоли или ошибки морфолога, но, опять же, из известного фильма «Кто не ошибается», известная фраза «А кто не пьет, скажите». То же самое можно сказать и патоморфологам. А кто не ошибается, особенно в отношении редких опухолей. Мне удалось найти достаточное количество работы 90-х годов и 2000-х, которое, собственно, и было направлено на то, чтобы пересмотреть блоки пациентов, которым была выполнена, например, орфуникулэктомия. Если брать работы 90-х годов, то мы видим, что в 11% больных при пересмотре препаратов ведется несоответствие морфологического диагноза, которое могло повлиять на лечение. В другой работе уже 99-го года несовпадение 6%, но 25% несовпадение препаратации сосудистой инвазии, то есть того фактора, который нам довольно значим, если мы говорим о первых стадиях болезни, назначение дивантного лечения. В 22% было несоответствие компонентов морфологических диагнозов. Более поздние работы, в 2011 год, уже приближенный к нашей, действительно, 17-й год, в принципе интересно то, что в США на тот момент в 50% больных даже не сообщалось о том, есть сосудистая инвазия или нет в яичке при первой стадии после орфуникулэктомии. То есть формально мы не могли бы сказать, есть фактор риска назначения того или иного профилактического лечения. С течением времени ситуация поменялась, сейчас уже практически более 95% там описывает сосудистая инвазия, но опять же интерпретация ее, она хромает, до 17-20% идет полное несоответствие при пересмотре препаратов по интерпретации сосудистой инвазии, поэтому здесь, конечно же, ему очень важно проводить опрос патоморфологов о том, готовы ли они к редким опухолям, описывать их или нет. И такой интересный опрос был проведен в Европе. В Европе спросили патоморфологов, собственно, как вы оцениваете современные стандарты патоморфологической службы у себя. Оказалось, что практически треть патоморфологов оценят их как низкие или неудовлетворительные. При этом, если смотреть локализацию этих патоморфологов, то в странах Восточной Европы этот процент доходил до 42%. А если мы идем еще восточнее в Российскую Федерацию, то я боюсь, что качество патоморфологии, как сами патоморфологи оценивают, будет совсем неудовлетворительно. Кроме того, основной жалобой БЛА патоморфологов в том, что при редких опухолях вообще не привлекают к обсуждению больных, потому что у них очень мало клинических данных, чтобы правильно поставить диагноз. И самое интересное, их спросили, а как вообще вы часто сталкиваетесь с редкими опухолями патоморфологов? Оказалось, что практически половина людей сталкивается с опухолями реже, чем 1-2 в полгода, то есть 4 человека в год. А если мы возьмем эсманские рекомендации по лечению герминогенных опухолей, нормальным патоморфологом в данном контексте считается тот, который смотрит не менее 30 случаев в год. Поэтому если у вас патоморфологическая служба не имеет такого потока больных, чтобы оценивать качественный материал, то в данном случае обязательно лучше пересылать этот материал и поконсультировать с патоморфологами других клиник. И, собственно, патоморфологов спросили, а что нужно сделать, чтобы вы лучше стали давать заключение по редким опухолям? Они сказали, обучайте нас наиболее часто. Второй момент – привлекайте нас к обсуждению больных, особенно с редкими опухолями, когда вы не знаете, что это за опухоль, у вас сомнения, особенно герминогенные. И, конечно же, это свободное получение второго патоморфологического мнения, как и самим патоморфологам, так и, собственно, вам, клиницистам. То есть если вы знаете, что у вас патоморфолог хромает, он редко видит эти опухоли, но вы сами спокойно скажите больному, что он проконсультировал материал в другой клинике, где более часто смотрят данную патологию. Следующий этап – диагностика и лечение. При первой стадии, об этом уже многократно говорилось, первую стадию болезни мы ставим только тогда, когда после орфуникулэктомии нормализуются маркеры, и вы с помощью компьютерной томографии определились, что нет поражения забрюшиных лимфатических узлов, потому что ультразвуковое исследование пропускает метастазы забрюшиных лимфатических узлов абсолютно неадекватно. ПЭТ-КТ, об этом тоже говорилось. Если у вас лимфозлы меньше сантиметра при герминогенных опухолях, будь то семеном, не семеном, дополнительную информацию к обычному КТ она никакую не даст, поэтому не надо тратить деньги ОМС, чтобы, или там, не знаю, зарабатывать, чтобы направлять всех больных делать под КТ. Не нужно делать просто КТ, и это, собственно, основная одна из рекомендаций ЭСМО по ведению больных первой стадии. Лечение распространенных стадий болезни. Конечно же, об этом из презентации в презентации говорится, и я тоже повторюсь. Много работ о том, которые оценивали опыт клиник, как он влияет на общую выживаемость больных с герминогенными опухолями. Здесь довольно старая работа, еще 1999 года, которая показала, что если в клинике лечат за год менее пяти больных герминогенными опухолями, то выживаемость этих пациентов значимо меньше по сравнению с клиниками, где этот опыт более высокий. И с первого человека это связано с тем, что чаще происходит редукция доз препаратов, чаще отсрочка начала очередного курса, чаще достигается тяжелое осложнение, несмотря на редукции, и невозможность удаления индивидуальных опухолей в масс-центрах, где нет достаточной хирургии. Об этом просто-напросто этих больных переводят в наблюдение. Но все это в совокупность приводит к тому, что наши больные проигрывают выживаемость. Более современная работа 2017 года на самом деле очень интересна. Она объединила данные СИРД-ТАБАС. Здесь 18 тысяч больных с семеномой и 14 тысяч больных с несеменомными герминогенными опухолями. И авторы такой же вопрос поставили, как влияет число больных герминогенными опухолями, пролеченного в центре, на общую выживаемость пациентов. И они очень просто разделили на целых 5 подгрупп госпиталей, выделили по количеству больных, просто по квартелям. И оказалось, что, по квартелям получается, на 5 вариантов разделить, что высоким уровнем, где часто смотрят больных, вот этот котов, оказалось 26 больных. Все остальное постепенно снижалось с 14 до 26, с 6 до 14, с 2 до 6 и менее 2 пациентов в год. И что оказалось, посмотрите на графики. Если это семенома первая стадия, то, в принципе, опыт никакого значения не играет. Это логично, яичко удалили. Если вы правильно простадировали первую стадию, даже если он оставили под наблюдением, не дали ему карбоплотин, он запрогрессировал, все равно потом ОПИ его можно вылечить с большой долей вероятности. Но если это семенома второй-третьей стадии, все, сразу же влияет опыт центра на выживаемость больных. При этом здесь, если опыт центра более 26 больных в год, только тогда получается максимальный выигрыш в выживаемости пациентов. При несеменоме, даже начиная с первой стадии, уже влияет опыт клиники. Если опыт клиники более 26 пациентов в год, только тогда вы получите при несеменомных герминогенных опухолях выигрыш в общей выживаемости и в первой, и во второй, и в третьей стадии болезни. При этом основная проблема как раз при несеменомах – это недоступность выполнения адекватных удалений после постхимиотерапевтических резидуальных масс. Мы видим, что именно в центрах с большим опытом лечения герминогенных опухолях этот показатель доходит до 50%. Если мы берем даже клиники от 26 до 14, там частота выполнения даже забрюшиных лимфоденоктомий падает до 37%. Именно вот этот показатель, количество пролеченных больных за год, оказывал независимое прогностическое влияние на основании многофакторного анализа на выживаемость больных герминогенными опухолями. И этот же подчеркивается, собственно, постулат и в эсманских рекомендациях последних 2018 года по лечению герминогенных опухолей, что необходимо, за исключением орфуникулоктомии, направлять на лечение пациента в специализированные центры. Лечение рецидивов. Тоже, на самом деле, очень непростой вопрос. Мы знаем, что независимо от прогностической стадии, а сейчас есть прогностическое деление на 5 групп рецидивов герминогенных опухолей, по ретроспективным довольно большим данным, проведение высокодозной химиотерапии приводит к улучшению показателей выживаемости, ну, может быть, за исключением низкого риска. Но, тем не менее, по сути, в настоящий момент это является методом выбора терапии рецидивов герминогенных опухолей, то есть при прогрессировании после первой линии лечения. Однако, сколько у нас в стране центров, которые могут проводить высокодозную химиотерапию, у взрослых с солидными опухолями. На самом деле, их можно на руке посчитать, и то ему, наверное, еще меньше пальцев понадобится. Следующий этап наблюдения. Здесь основной бес, по моему мнению, это вот эта злосчастная форма 057У. То есть в данном случае, я не знаю, стремление сохранить деньги в регионе, она превалирует над заботой о жизни наших пациентов. Абсолютно. Я считаю, что это абсолютный нонсенс применение ее и ограничивает доступ наших пациентов к наблюдению. В итоге, когда ввели эти формы, и их не дают больше пациентам, например, в очень многих регионах просто не дают эти формы на обследование в онкоцентре, у нас наполовину уменьшилось число больных, которые после нашего лечения приезжают к нам на обследование. Я при всем уважении к регионам уверен, что наши диагнозы, которые чаще работают по выявлению забрюшиных лимфатических узлов, независимо от УЗИ, КТ и так далее, они имеют больший опыт, соответственно, выявят с лучшей точностью вероятности прогрессирования болезни. Кроме этого, мы потеряли абсолютно возможность оценки токсических, отдаленных реакций после химиотерапии. Да, мы вылечили больного, но это не значит, что он потом ничего не будет испытывать, он может стать инвалидом, у него могут развиться речь судистых патологий, вторая опухоль и так далее. Но когда он проходит к себе домой, то в дальнейшем, соответственно, сделает несколько обследований, доктор скажет ему, ну иди отдыхай, и всё, а дальше уже никто за ним не следит. Поэтому на самом деле в наблюдении этот момент необходимо каким-то образом перевалировать и спокойно с больными этими следить. Какой основной вариант выхода из сложившейся ситуации? Мы можем поступить, как говорилось, как, например, это сделали в Норвегии и Швеции, создание единой проспективной базы больных, то есть появляется больной герминогенной опухоли, его моментально заносят в единую базу, за ним следят проспективно, что с ним делают, ему определяют план лечения и направляют в ту клинику, которая занимается той или иной ситуацией лечебной. Будь то понадобится высокодозная химиотерапия, проведение какого-то хирургического вмешательства, то будь то на лёгких, либо забрюшиных лентусах, либо на головном мозге, или лучевая терапия. Таким образом, это можно делать, если это небольшая страна, да, или это область, Дненградская вместе с Санкт-Петербургом, как две Норвегии с Швеции. Но если это Российская Федерация, то нужно иметь несколько центров по России, чтобы направлять пациентов. Другой вариант, это сделано в Европе, началась программа по, опять же, централизации лечения больных с редкими опухолями, называется Иеракена, по некоторым опухолям уже есть предварительные данные, они публикованы в Ланседе по герминогенным опухолям, пока результатов нет, но это показывает о том, что во всём мире идёт стремление именно к централизации лечения больных с редкими опухолями, где можно помочь. Другая альтернатива – это следование рекомендациям. Но вы сами видите, мы рекомендации эти каждый год пишем, 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 провели аудит, а что толку, ничего не соблюдается. Вот сами сказали, что практически ни одной истории болезни, где не было бы каких-то ошибок, было бы не найдено. То есть в данном случае, да, мы знаем проведение лечения герминогенных опухолей по рекомендациям, это всегда лучше, это улучшает общую выживаемость. То есть даже в этом исследовании французских авторов было показано, что всё равно опыт лечения центров оказывает своё независимое прогностическое влияние, даже если идёт речь о соблюдении рекомендаций, потому что мы, например, проводим химиотерапию БЭП, даже при нейтрофилах там больше 500, в некоторых центрах и больше 200 клеток, в некоторых центрах не смотрят даже за рубежом уровень нейтрофилов, а смотрят, чтобы СРБ был нормальный. Проводят следующий курс лечения, потому что поддержание дозы интенсивности, оно является краеугольным камнем лечения больных герминогенных опухолей, потому что как только вы снижаете дозу или увеличиваете интервалы, вы повышаете шанс прогрессирования болезни. На самом деле выводы довольно просты, опять же, если есть возможность создания клиник, создания критерий отбора клиник, которые могут оказывать лечение пациентов с герминогенными опухолями, и уже выбрав эти клиники, чтобы все направляли этих больных за исключением состояния таморфуникулоктомии на лечение именно в эти клиники, это является оптимальным подходом, в стране нужно развивать такие клиники, они ограничены там двумя-тремя центрами по всей России. Кроме того, необходим с другим вариантом, опухолей этих немного, в каждом регионе или каждый центр может организовать регистр по своему региону, чтобы также как сенотеки проспективно носили этих больных и следили проспективно, как их лечить, чтобы если что вовремя среагировать. Ну и, конечно же, роль патоморфологов была возможность консультировать, чтобы не только сам патоморфолог ограничивался сам собой, но и клиницист вспомнил, что если патоморфолог редко имеет дело с редкими опухолями, и вы видите, что он пишет какую-то недифференцированную опухоль, или диагноз проведите, или больше степени соответствует, или вообще непонятное заключение, лучше самому пациенту сказать, что пересмотри, дорогой, в каком-либо ближайшем центре, где патоморфологи более опытные. И это не из-за того, что мы там сомневаемся, что в регионах плохие врачи, а мы хорошие, ничего подобного. Мы все одинаковые, но просто когда мы лечим больных сами, мы понимаем, когда следует редуцировать дозу, когда не следует редуцировать дозу, когда давать в полном объеме, когда нужно высокодозная, когда не нужно высокодозная терапия. Это, конечно, высокие отношения, но они нормальные для духовных людей. Спасибо за внимание. Продолжение следует...